В преддверии Дня строителя в Крокус-Экспо прошла 16-я международная отраслевая выставка «Строительная неделя Московской области-2014». В экспозицию вошли проекты развития 32-х муниципальных образований региона. Свою выставку представил и Ленинский район. Сейчас Московская область, имея уникальные возможности по привлечению в строительный сектор крупных инвесторов, один из самых динамично развивающихся регионов в стране. На сегодняшний день в строительной отрасли Подмосковья задействовано около полумиллиона человек. Очень приятно, что в этом 2014 году наша выставка приросла вдвое. И сегодня этот полуторатычный зал подтверждает то, что Московская область является территорией развития. 16-я международная отраслевая выставка, которая проходила в Крокус-Экспо с 6 по 8 августа, рассказывала о том, как меняется облик подмосковных городов. В экспозицию вошли проекты развития 32-х муниципальных образований региона, в том числе и Ленинского района. Один из интереснейших проектов – скоростной наземный транспорт. Он свяжет границу Московской области, Новая Москва, Бутово, по Варшавскому шоссе с Ленинским районом, Уладниковское поселение. Пройдет через все наши строительные площадки Бутово, Восточное Бутово, Гранель, Мортон, Электро, компании Декор и перейдет в транспортно-пересадочный узел, который потом свяжет эту часть, это уже городская часть, эта платформа распормирула, с промышленной домом. Протяженность линии экологически чистого транспорта – 18 километров. Стоимость проекта, который будет реализован совместно Московской областью и компанией Мортон, с привлечением сторонних инвесторов – порядка 900 миллионов рублей. Проект этот долгосрочный. В 2015 году начнется, и окончание там пока еще неизвестно, но вообще, если по всем планам, то где-то в 2018 год. Если говорить о жилищном строительстве, то оно динамично развивается на всей территории Ленинского района. У нас очень большая застройка идет в сельском поселении Булатниковская. Понятно, что это, конечно, очень много квартир, это большая жилая застройка, но с этой большой жилой застройкой к людям придет газ в те деревни, которых не было, дороги придут, значит, инфраструктура придет. Очень хорошо развивается активными темпами в городском поселении Видное. Значит, есть большие проекты в сельском поселении Молоковская, в городском поселении Горки-Ленинские. Значит, принята программа развития застроенных территорий в сельском поселении Володарска. Там уже сегодня переселяют из ветхого дома, из аварийного 11 квартир в новые квартиры. Вместе с высотной застройкой в районе возводят и малоэтажные микрорайоны. Один из них в поселении. 3D – такова концепция серии домов. Добротно, доступно, достаточно. Мы сделали компактные квартиры, но очень качественные. С отделкой, полностью с отделкой, с благоустройством территории, с дизайнерскими подъездами и очень эффективная эргономика внутренней планировки. Этот микрорайон небольшой, рассчитан на 1100-1200 жителей. А всего в районе к 2020 году будет построено около 4 миллионов квадратных метров жилья. Самое главное, что вместе с домами возводятся и объекты инфраструктуры. Только в течение ближайших двух лет будет введено в эксплуатацию 6 школ, 9 детских садов, поликлиника. И это одна из составляющих социальной направленности строительства. Другая – предоставление квартир работникам бюджетной сферы. 296 квартир выделено только за последние полтора года. И важно, что 132 квартиры из них отходят нашим социальным группам, врачам, учителям, пенсионерам, инвалидам Великой Отечественной войны, то есть работникам бюджетной сферы. А 164 квартиры направлены на программу переселения из ветхого аварийного жилья. Все это способствует гармоничному развитию Ленинского района, поселения которого застраиваются не точечно, а окраинами. То есть речь идет о комплексном возведении новых микрорайонов, где четко предусмотрены инженерные, социальной и транспортной инфраструктуры. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.